добрый вечер друзья своими словами изложу письмо девушка видимо молоденькая лет там 21 может быть 22 на третьем курсе юридического учится и учится легко как бы все у нее получается отметки хорошие но вот она поняла поучившись три года и даже где-то на практике было вдруг она поняла что это не не ее вот не ее профессия и дальше начинается масса знаете всяких как сказать ну неразрешимых таких проблем которые в связке находятся вот знаете как гордиев узел как разрубить не знает вот такой клубок проблем с одной стороны родители все-таки деньги потратили на ее образование просто так бросить или скажем уйти куда-то начать сначала в другой профессии то есть как бы это получается нагрузка слишком большая на родителей поехать за границу поучиться опять это дорого и как бы получается родители не поймут и как быть и вот она мечется но заканчивать и потом работать на нелюбимым но любимой работе чем-то таким заниматься что вот душа не лежит и так далее в общем метание такие и девушка как но вот как мне быть девушки я как уже взрослый человек могу сказать что с одной стороны неплохо что эти метания у нее там в 20 с небольшим уже когда такие же метания начинаются в 30 с небольшим или там 40 с небольшим а это тоже бывает и я бы сказал частенько бывает вот то еще сложнее разрешать эти ситуации но вот что у нас есть мечется душа почему это происходит в данном случае так я бы сказал происходит это потому что девушка не 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 может оценить то что ей давно знаете вот то что откуда-то дано там сверху то вроде как и ценности никакой знаете я помню бабушка моя она любила такое как анекдот что ли даже не знаю вот в школе учительница спрашивает там детей но это так по-украински рассказывается она говорит спрашивает детей яка скотына чё бы ты да я что в принципе значит из какого животного делаются баги да яка скотына чё бы ты да е и мальчик отвергать на чепаренко но этот год батьку пойти какая история поэтому то что от родителей те перепадает вроде как то есть одной стороны понятно что вот как бы и неудобно и все такое но я не об этом сейчас она понимает что у родителей это связано с какими-то затратами что это трудно она все это понимает но вопрос в том что человек ценит или не ценит вот если если бы ты сам себе пошел бы и заработал знает на все тогда было бы совсем другое дело то есть может быть и ценил бы или не ценил бы но ты бы решение сам принимал исходя как бы из своих ну приоритетов то есть ты бы отвечал что называется за базар сейчас получается за базар отвечают родители и я думаю что правильным данной ситуации а я в америке этого тоже много вижу знаете ребята мечутся правильным этой ситуации было бы пойти поработать вот буквально как бы понять цену копеечки вот сколько может заработать человек ну с тремя курсами образования там на юридическом но вот сколько вот может быть она поймет что то такое поработает где-то в офисе и может быть она поймет что есть какая-то работа юридическая которая вовсе даже не такая противная как она думает потому что безусловно юрист может работать в десятках самых разных обстоятельствах что ли так ситуациях занимаясь очень очень разными вещами поэтому я я думаю что до трех курсов юридического ей вполне хватит на то чтобы серьезно выйти на рынок и я бы так вот и говорил бы нанимателям я говорю бы я закончил три курса юридического и у меня какой-то ступор я не понимаю куда я движусь по жизни я не уверена не надо что я уверена что это не моё рассказать я я не уверена что это моё вот я бы так сказал мне нужно понять между собой разобраться я хочу поработать я хочу искать увидеть жизнь там и так далее и пойти поработать вот я не знаю что родители скажут они могут быть расстроены потому что они готовы были потратить деньги либо уже знать что ребенок как бы там с образованием и какая-то часть жизни уже ну решена но она должна сказать ребят я иду работать на год через год я определюсь что к чему там как пойдет и так далее поработайте годик вот у меня почему-то внутренняя такая уверенность я не знаю там рынка я не знаю в каком городе девушка живет но так у меня вот я думаю что она в москве там в питере в большом каком-то городе новосибирске будет наверняка найдется где поработать вот и есть люди академические знаете вот они могут совершенно замечательно просто ходить в университет учиться у них все получается они даже не задаются там тем вопросом или этим сами по себе академические успехи им доставляют радость жизни но тут девушки так не получилось она она дальше немножко пошла понимаете она она не ограничилась тем что у нее как бы хорошие академические успехи она спрашивает себя дальше что а зачем мое это не мое это и вот пошло поехало и неплохо я бы поработал годик у меня такое ощущение что по работа в годик она 90 процентов вот вероятность что она поймет как здорово было бы закончить юридический и делать что-то классное такое где ты можешь и людям помогать и и может быть даже при этом и зарабатывать неплохо и так далее то есть юрист это великая профессия абсолютно что там где говорит значит но может быть вот была на практике где-то я и на практике там не понравилось ну так есть есть другие юристы другими делами занимаются кто в суде кто в прокуратуре кто следственных органах а есть юристы которые скажем там в общественных организациях работают там консультируют бедных консультируют беременных консультируют людей там я не знаю в тяжелом положении жизненном и так далее это же по целый мир большой большой мир поэтому я я бы вот так сказал и я бы еще вот что сказал помимо этого я бы сказал так что получить образование ну пусть будет юридическое в данном случае самоценно и имеет некоторую саму ценность вы можете потом не работать юристом вы можете потом поработать где-нибудь я не знаю где в бизнесе или там ну где нравится может вам нравится там картины продавать написанные маслом но после этого пойдете получите старое образование там нас на следующий уровень пойдете какой-то это может быть по бизнесу это может быть даже я не знаю там по менеджменту не знаю жизнь подскажет но сейчас так массово это и так типично когда люди получают одно образование потом другое образование когда 30 лет назад вот я один институт закончил пошел в другой мне ну я работал параллельно значит и мне люди которые вокруг были они никак понять не могли они говорят но если бы ты хотя бы в аспирантуру пошел понятно что ты какой-то следующий шаг делаешь вперед но что-то вот институт связь закончила теперь математический факультет в чем смысл понимаете а сейчас это нормально ну может быть не не комбинация связь и математика может быть нормально еще будет комбинация там чтобы то ни было плюс там менеджмент плюс бизнес плюс там я знаю так такого плана может быть юридически сейчас ведь очень много людей например идут юридически а после того как они закончили какой-то технический вуз занимается там может быть патентным правом там или что-то то есть это тоже очень типичная комбинация по бухгалтерии по финансам и так далее это хорошее образование это очень очень хорошее образование которое дает человеку видение очень очень важное видение жизни поэтому я бы не относился к этому что вот я закончил там юридически я теперь вот кровь из носа должен работать юристом причем именно в таком качестве юристом вот от которого у меня тошнота там на душе нет не обязательно ну не не работаете юристом но все равно если в если уже три курса отучилась так может быть уже закончить что-то сколько там год осталось я не знаю но год-два закончите совершенно другое дело и отношение к вам людей во вне вас это же тоже важно вот вы вы же в обществе вот и в обществе кто я человек с высшим образованием с каким это следующий вопрос каким но есть если люди с высшим образования есть люди без высшего образования и родители это понимают они платят деньги за вас и это хорошее образование это и тем более что учиться в радость выкиньте идею что вы должны будете работать потом не не в радость себя заниматься нелюбимым делом выкиньте вообще сказать работать буду вот кем захочу тем буду но образование получу это развитие поймете образование это не то что как вот этот там научился на токарном станке работать и вот пошел на токарном станке работы это же высшее образование вы учитесь учиться вы учитесь думать вы учитесь видеть мир через призму какого-то знания отношений и так далее это гора это но на порядок шире чем вот получить образование и вот прямо вот 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 что-то такое там делать я бы так сказал если мы на американцев посмотрим то за исключением людей которые но вот что такое инженерное заканчивают так как тоже по специальности работает господи даже представить я не могу они они черт что заканчивают потом черт чем работают и и богу на них трудно связь уловить иногда вот я же делаю людям резюме вот у нас есть американцы тоже там из индии народ и откуда хоть и и когда ты смотришь что они заканчивали и чем они потом занимать а чего нам индия вот сейчас из российской федерации из украины люди посмотрите где они учились что заканчивали там как по какой профессии чем они потом реально занимались да где связь то это уж я не знаю там редко бывает очень редко поэтому вот так и отнеситесь и все нет нет как сказать не загоняйте себя вот в эти рамки что вы кому-то обязаны потом вот этим заниматься нелюбимым делом не понравится так и не понравится поэтому я из двух вариантов пойти годик поработать или допустим просто уже научиться я бы конечно советовал доучиться только радостно но если для этого нужно поработать чтобы понять на самом деле в чем смысл высшего образования ну поработайте годик это вас абсолютно никак в принципиальном плане не не унизит не не откинет сильно назад там и так далее хотя я считаю чем быстрее бы это сделали тем лучше и все и по и пошли дальше а уже потом с дипломом уже поработаете и через пару-тройку лет поймете там как вам продолжить образование в каком направлении вот мой такой совет счастливо вот